Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я вас рад приветствовать на своем канале. Две недели, наверное, даже больше не публиковал я никаких видеороликов. Был занят домашними хлопотами. Короче, было мне совсем не до этого. Вот сейчас вот вечер, среда, 8 июня. Смазал цепь. Купил сегодня в магазине, мотали новую смазку. Смазал цепь. На неработочном двигателе постояло немного у меня. Вот. И решил прокатиться здесь буквально час. Пока не наступит темнота. И по всему случаю приглашаю вас присоединиться в качестве второго пассажира, как обычно. Поехали, куда глаза глядят. Поеду сейчас, наверное, в сторону центра. Там потом, может быть, заверну на мост через остров Русский. Посмотрим, как по настроению, как будет интерес у меня. Одел две кофты. Не знаю. Вечером во востоке холодает. Сильный такой дисбаланс по температуре по сравнению с днем. Поэтому не знаю. Если будет сильно холодно, не поеду, развернусь. Вот. Я продолжаю ездить на работу на мотоцикле. Эту неделю ездил три дня уже. Но видео не снимаю, потому что что-то было не до этого. Да, и, честно говоря, маршрут он прикатался уже такой, одно и то же. Неинтересно вам будет смотреть запись маршрута, где одно и то же записано. Вот. Потом всякие домашних опытов навалились на меня. Соответственно, я отвлекся. Ничего не делал такого по мотоциклу. Колеса пришли ко мне в гараже. Они так до сих пор и лежат. Просто пока некогда вообще за них взяться. Мне тут уже и пишут, когда уже поменяют. Да мне уже самому не терпится их поменять. Испытать их. Вот. Но пока не успеваю. В гараже стоит такой запах характерной резины новой. Как будто находишься в магазине автомобильном. Вот. Ну, обязательно поменяем. Ну и, собственно говоря, еще там, пока я был занят, заказал на Алиэкспресс экшн-камеру новую. Все-таки мой выбор пал на GoPro Hero 9. На 10-ю версию. Последнюю топовую мне денег не хватило. И то там я, скажем так, немножко скосячил. Когда курс упал до 56 рублей. Я там что-то тянул. Не купил сразу. Потом курс скаканул. И мне пришлось там еще неделю ждать, пока он снова опустится там незначительно. Короче, обошлась мне камера на GoPro Hero 9 с флешкой 64 гигабайта за 27 тысяч рублей. Вот. Вот уже совсем скоро должно прийти. Ну и у меня была, как бы, идея снять видео уже от 4К на эту современную камеру. Вот. Со стабилизацией я хотел попробовать, конечно же. супер картинку. Съездить в лес, записать, посмотреть, как она там с живыми красками работает. Вот. Ну, сегодня решил записать ролик, не дожидаясь камеры. Камера приедет. Обязательно, конечно, запишем что-нибудь. Вот. Кто спрашивал по мотоциклу? Ну, ближайшие видосы у меня какие будут? Ближайшие видосы это будет установка резины замена. Я буду ставить резину. Выкрутим свечи. Потому что до свечей что-то я так и не добрался. Выкрутим свечи. Свечу зажигания. Посмотрим, что там она, какого там она цвета. Вообще, что с ней происходит. Посмотрим. Вот. Будет видео небольшое про устранение болтанки фонаря заднего. И я хотел еще записать видеоролик. совсем коротенький. Про то, как настраивать фару головного света. Я себе ее настроил. Почти две недели назад возле гаража я читал форум про UBR. И там столько было мнений. Кто-то говорил, надо морду разбирать. Вот этот пластик снимать защитный. Кто-то говорил, что нужно откручивать вот эти вот по бокам щитки черные пластиковые. для того, чтобы подобраться к регулировочному винту барашку, который находится в нижней левой части фары. Ну, то есть, по ходу движения от меня с левой стороны. И только одно сообщение на форуме я видел. Там какой-то добрый человек. Дай бог тебе здоровья. написал, что, ребята, не нужно ничего снимать и разбирать. Достаточно мотоцикл поставить на подножку, руль вывернуть вправо до упора, и вы увидите сквозь технологическое отверстие ну, как раз-таки этот барашек. Ну, собственно говоря, как я и поступил. То есть, я в гараже там его приподнял в сторону ради прикола, задвинул, смотрю, реально там этот барашек есть. Отверткой попробовал барашек пластмассовый. Отверткой попробовал, ну, нормально поддевается. На улицу вышел и я вам скажу, что я сделал 8 полных оборотов по часовой стрелке, прежде чем фара значительно опустилась. И даже сейчас мне кажется, что нужно еще чуть-чуть докрутить. Вот, сейчас я еду вечером, когда значительно лучше фара светит. Поэтому про настройку фары будет короткий видос буквально. Я просто покажу, как дали добраться до этого винта, ничего не разбираю. Слушайте, ну, прохладно, блин. Я жалею, что я не одел куртку. Конечно же, надо было куртку поддеть. Ну, еще я хотел снять несколько роликов небольших, коротких, там, установить счетчик моточасов. Потом я говорил уже про установки тумблера, который будет отключать свет фары на мотике. Но это такие совсем не скорые. Основные видео, которые я буду снимать, это, конечно же, про замену резины и ее испытания. И уже хочу именно испытания в лицо снять уже на новую камеру, когда она придет уже. во Владивостоке, ну, собственно говоря, как во всей стране, начался июнь месяц, и движение заметно стало менее нагруженным. У нас во Владивостоке, но это, наверное, по всей стране. Из-за школьников, я думаю, это связано. прямо с конца мая и сейчас в июне мотобрат меня догоняет. Движение стало попроще, но здесь какая специфика во Владивостоке? Когда пробок становится меньше во Владивостоке, когда движение более раскованное и нестесненное, народ начинает притапливать, короче. И порой притапливают ну, так существенно, так по-светландской 80-90 наваливают вообще за легкую. И мне вот эта вот езда среди вот этих гонщиков не очень так нравится, потому что народ несется. Все-таки, когда пробки, не так движение такое быстро идет, а когда машин нет, дорога свободна, народ просто несется, вот как вот сейчас вот это вот. Но и то, и то еще не быстро. А так, в целом, вот эти летние три месяца, когда нет школьников, для Владивостока это просто для всех автолюбителей, это идеальное время с точки зрения машин, их значительно меньше. Вот я вчера, сегодня смотрел утром пробки, три балла было всего. Обычно смотришь, все семь баллов, там все народ стоит. Ну, будем накатывать, когда уже тепло придет. У нас еще холодно так во Владивостоке, ну, днем еще более-менее нормально, а вот по вечерам и утром, когда, ну, прямо реально, вот я сейчас в двух толстовках в теплых, у меня снуд надет, штаны там с подштанниками я напялил на себя. Ну, днем я этого не делаю, там в офисе неохота переодеваться, да и не так уж холодно. А вечером сейчас вообще даже снимать не хочется. Ну, скоро будет совсем тепло и мы будем попросить и думать, когда поскорее уже станет похолоднее. Так устроены люди просто. Сегодня был в магазине в мотоцикле там. Поехал, короче, взять смазку в магазин Матари там возле первой речки у нас находится. Вот. До этого в интернете почитал, есть какая-то смазка, вот я вам сейчас вопрос задам. Читаю в описании, что смазка мотоциклетная, цепная, она светится под светом ультрафиолета. И вот я, честно говоря, даже не понял, зачем это, для чего смазки светится. Может быть, таким образом проверяют наличие, как бы, достаточность, о, видали, на электровелосипеде сделал у нас всех. Может быть, если она светится, так проверяют остаток смазки на цепи, я не знаю. Хотя, с другой стороны, смазал, да и все, не паришься, что там с ней, там, зачем ее проверять. Ну, она дороже стоит, естественно, чем обычная смазка. Ну, в итоге, короче, я купил баллончик, там, эмульсии этой, с газом, 450 миллилитров за 450 рублей, по-моему, я так и купил. Да, обычная универсальная смазка, она у них позиционируется, как для внедорожной техники. Пытался включить, я сейчас шестую передачу. Короче, купил я ее, вот, смазал цепь, где-то считал в рекомендациях, что цепь нужно смазывать каждые 500 километров, вот, мыть ее при этом, там, чтобы грязь вымывалась, чтобы сальники разбухали, напитывали, смазку в себя и так далее. Ну, я немножко другого мнения придерживаюсь, после мойки, после более-менее грязных покатушек, или затяжных покатушек, там, скажем, покатушки, там, 100 километров за день. Мне кажется, что проще, после помывки мотоцикла, смазать цепь эту, пусть она там за ночь, ну, до следующего катания стечет все с нее, ее при этом даже можно и не мыть специально. Смазал ее, да и все, мне кажется, 500 километров, это какие-то идеальные условия. Поэтому я, не жалея, сейчас ее там себе набрызгал, ей же вымыл грязь старую, где она вымылась, там, без фанатизма. Но я вообще сильно не брызгаю смазкой, когда мажу, потому что она, у нее такая консистенция, она попадает, когда на поверхность, ее потом тяжело смыть. Вот если кто-нибудь из вас чернил колеса этим силиконовым там чернителем, или чем там чернят там, потом эти колеса, ой, смотрите, это что произошло? Это произошло столкновение с самокатом, что ли? Ничего себе. Ну вот, кстати говоря, друзья, одна из таких сейчас тем, наболевших, в принципе, для всей России, сейчас летний сезон начался, вот эти вот свободные самокаты, которые можно взять фактически во Владивостоке, уже в любом месте его можно взять в прокат, и фактически не нужно его куда-то отвозить, накатался и бросил его где-то. Так вот, в основном, я вот так езжу, смотрю, на них катаются подростки в основном. Ну, конечно же, и взрослые люди, и зрелые катаются, но больше всего я вижу, конечно, подростков. Подростки, но дети до 14 лет, 12 лет, 14 вот так вот. Так вот, они катаются, и страшно на них порой смотреть. Вот подъем с луговой, три полосы, на подъеме четыре, он ее по диагонали пересекает, мне там на машине так страшно перестраиваться, а он без зеркал, фигачит. В общем, тема эта, конечно, я думаю, что она еще по всей стороне намолкнется, поскольку она приводит к большому травматизму, и травматизм там такой серьезный, последствия там такие нормальные. Заеду я, короче, все-таки на мост, хочется мне заехать на мост, прокатимся по мосту. чуть-чуть не успел до светофора. Поедем в сторону сюда, моста. Кстати, не сказал вам, заметил такую особенность, но видел уже несколько раз. Водители спартаков, дорожников всяких, они здороваются, ну, поднимая там, кто ладонь поднимает, тот там вот так вот пальцы скрестишь, там как-то вместе соединив поднимает наверх. Вот, а видел уже несколько раз навстречу едут парни на таких богатых, красивых круизерах, блестящих, ну, дорогих, больших, тяжелых мотоциклах, и они здороваются так руку в сторону отодвигая. Таким жестом широким, прикольно смотрится это, как, знаешь, такой приглашающий жест такой, как будто тебя давно-давно не видел. Вот, видите, о чем я говорил? Вот они едут четвером, и посмотрите возраст, они все несовершеннолетние еще. вот он, друзья, вечерний Владивосток. Да, на мосту традиционно туман. Я традиционно пытаюсь включить шестую передачу. И, конечно же, прохладно. Прохладно, жутко прохладно. вот так, видели? Я не знаю, какая там скорость у него была, но я чуть не обалдел, честно говоря, когда он просвистел моему мнению. Я боюсь вам, честно сказать, и такие мотоциклы, и такую манеру езду, и даже не знаю, наверное, не стал бы даже пробовать, наверное. Потому что на такой скорости там одно неправильное движение, и все, это будет мясорубка на леерах. Это потом зрелище не для слабонервных будет. Вчера с одним товарищем разговаривал, и он сказал, что не нужно было создавать копию канала на Дзен, и уж тем более на ВК, потому что скоро все наладится, YouTube станет обычным, каким был, вот. Но это вопрос такой, на который никто не сможет, наверное, подсказать ответ, по крайней мере, я у него спросил, он толком ничего не ответил. когда закончится специальная военная операция по защите Донбасса, я не знаю, и будет ли по-прежнему, или это будет очередной виток холодной войны, никто не скажет. поэтому, ну, мы сейчас не будем обсуждать в этом видеоролике нашу геополитическую обстановку, я чисто затронул ее вскользь исключительно из-за YouTube. На мой взгляд, мне кажется, тема с YouTube, она только хуже будет со временем, ну, как мне кажется, не знаю, говорить, если вы думаете по-другому. Конечно, хотелось бы верить, что все, скоро это закончится, вот, но мы-то живем, ну, не ради YouTube, не для того, чтобы у нас все было хорошо с YouTube, естественно. Ну, народ смотрит все равно видео, что на Дзене, что на YouTube. На Дзене, я вот смотрел статистику, примерно 10 тысяч просмотров за месяц. Вот, на YouTube было где-то 8-10 тысяч за двое суток. И вот представьте себе разницу, да, популярности платформ этих, медиа. Вот, ну, с точки зрения популярности YouTube, здесь я не хочу принимать только на основании патриотизма какую-то конкретно одну сторону. Вот, здесь надо отдать дань уважения, что YouTube реально крутая платформа, и доказательство этому в первую очередь является то, что там очень большое количество людей, пользователей. Вот, здесь ничего не говори. То есть, можно как угодно поливать по носам какую-то медиа-платформу, и при этом умалчивать количество пользователей, которые там ходят. огромная аудитория. Блин, не могу объехать автобус. Как мне кажется, YouTube сейчас смотрят не хуже, чем раньше, и народ с YouTube не уйдет, пока не начнутся репрессии. То есть, я имею в виду, когда регулятор наш конкретно не запретит этот ресурс. Вот. И вспомните, как держались за Instagram до последнего, да и сейчас многие держатся, устанавливаете все VPN и так далее. Оно то работает, то не работает, в общем. Думаю, пока не запретят конкретно, но будут все там сидеть до упора. А, ну еще TikTok, да, TikTok. Но это все равно разные платформы. Я сказал себе, что не поеду на остров Русский, если будет холодрыга, и в итоге я мчусь на остров Русский. Пробег текущий, друзья, 1448 километров. После того, как я вернусь домой, назад, уже мы переварим за полторы тысячи, пробег будет. по техпаспорту следующие замены масла на 6 тысяч, вот, но я, возможно, поменяю раньше, если, конечно, до конца лета я там еще меньше не накатаю. Посмотрим. Мне сейчас первым делом хочется, конечно же, резину одеть, посмотреть. Ну, я фотографии выкладывал на странице сообщества в Ютьюбе, на ВК, вот, она, конечно, такая более агрессивная, скажем так, более широкая, более мягкая, ну, и, в принципе, там размер чуть-чуть побольше, что переднего, что заднего колеса. В этом году я себя снял уже одного крича, правда, он был не впившийся, фактически, приехали с дачи, я даже уже помылся, сидели на кухне, ужинали, я обратил внимание, как по ноге кто-то ползет, смотрю клещ. Так что, друзья, будьте осторожны, прихождение в лесу, здесь, в Владивостоке, в лесу, я не снимал себя клещей еще. Но вот пока холодно, пока холодно, вот эту неделю нет туманов, до этого были жесткие туманы, но туманы еще вернутся к нам, еще весь июнь будут туманы, я думаю, ну, как обычно, собственно говоря. Смотрите, друзья, вот оно, наше Дальневосточное море, а я всегда, когда еду в этом месте, говорю об этом. фактически полторы тысячи километров я отмотал, используя шлем О'Нил, в котором я сейчас еду. Я пока ленюсь, снимаю так, у меня нет кадров со стороны, как вот делают многие блогеры. Когда поеду на Рустов, на Остров Русский с новой камеры, то я попытаюсь такие кадры поделать тоже. блин, потерял мысль, что хотел сказать. про шлем хотел сказать. Вот я на нем намотал практически полторы тысячи километров и, в принципе, ну, мне понравился шлем в итоге, по истечении уже вот этих нескольких месяцев я вообще ни разу не разочаровался. Мне шлем этот нравится, вот этот шлем. Вот. Да и, в принципе, корифаны, кто мотоциклами более-менее интересуется, тоже смотрели, его сказали, что, ну, шлем прикольный. То есть, плюсики поставили мне, скажем так. Вот, смотрите, не знаю, камера передаст вам или нет. Солнце, в принципе, высоко еще, море блестит. Камера записывает. Ночью, конечно, записывает на эту камеру. Не очень хорошо. Вот. То есть, в Full HD картинка так себе. В 4K можно даже не пробовать. Там фоточувствительность, вернее, светочувствительность вообще никакая. Вон, туман там стелется подалеку. Смотрите. Класс. Острова такие. Прикольная здесь такая местность, конечно, красивая. Завтра, если будет тоже нормальная погода, без осадков, то тоже поеду на работу на мультики. в среднем у меня получается за день 18 километров на работу и обратно и вот сейчас с учетом того чтобы стала дорога посвободнее где-то у меня уходит 15-20 минут на дорогу в одну сторону там конкретно я там никого не подрезаю но такие откровенные на светофорах скопления где можно справа объехать или слева чтобы первым высунуться на светофоре я уже конечно же это делаю на постоянной основе но если щель узкая какая-то я туда не лезу нахер пока у меня не хватает еще решимости туда так проскакивать в этот понедельник я получается сел на мотоцикл с перерывом там почти две недели вот у такое чувство что я разучился ездить и ездил когда-то давно но перейдем имеется ввиду когда в гараж шел что за ним так немножко страх даже был но ничего так принципе сел поехал нормально вроде бы получилось у блин колодрыга вот еду 70 километров в час чуть меньше 6000 оборотов у меня на тахометре говорят когда резину установлю то с такой скоростью будет все ровно 6000 я уже на автомате здоровую со всеми мотоциклистами и порой мне даже хочется высунуть руку когда я и встречаю на машине спортсмены вот еще прозевал чуть-чуть народ катается вдвоем даже остров русский дальневосточный университет все таки как круто да было что здесь его придумали кстати говоря про камеру ребят про камеру утром у меня до gopro было две модели ну были тогда несколько лет назад они сейчас уже конечно же не выпускаются и достаточно старыми являются вот вообще gopro это первая камера была у меня которую я купил в качестве экшн камеры после этого у меня был целый ряд скажем так в кавычках китайских камер и имею ввиду xiaomi и так далее там часть я утопил из них часть расколотил но все-таки надо отдать дань должного что самая крутая из них конечно же было gopro ну это неудивительно сейчас в место сделайте мне замечание что-то мол нам рассказываешь новости такие да это не новости просто и долгое время я не покупал я снова из-за цены потому что ну дорого куда нафиг так вот по поводу цены то есть получается я купил оригинальную камеру в гонконге на алиэкспресс с флешкой которая поддерживает быстрый обмен данными у 3 вот в коробке кейс там еще был ну короче комплектация не самая бедная вот и все все это я заплатил 27 тысяч рублей вот у нас здесь цена за самую голую комплектацию за девятую версию начиналась от 30 9 что ли около того а 10 версия продавалась за 55 вы только представьте себе какая разница больше 10 тысяч рублей ну там я почитал отзывы на алиэкспресс российских покупателей естественно посмотрел фотки поговорил знакомыми вот и пришел к выводу что никакого принципе страха купить ее на али нету и это даже лучше так принципе это правильно вот так это более подходящее выражение правильно купить ее там потому что это дешевле и фактически то же самое получаешь только в еще больше комплектации мы приобрел еще сразу нд фильтры на бортом ну как основные три штуки взял которые мне рекомендовали аквабокс хотя опять же со слов знакомых именно вот эта версия он уже я не знаю с какой версии у них у них она без аквабокса на какую-то глубину и и можно опускать вообще без без бокса вот ну для меня это немножко диковато плане того что я все равно буду переживать но вот первую поездку когда я поеду я ее прицеплю на мотошлем точно так же как вот эту камеру сяоми конечно уже устарела камера у меня но до сих пор она записывает служит мне пока больше записывать все равно не на не на что а до того как доллар скоханул с 56 долларов я не успел купить сразу прозевал я был нацелен на покупки 10 версии hero 10 и не хотел купить еще набор за четыре с половиной тысячи универсальный в котором куча 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 всяких крепежей но потом переосмыслил понял что больше половины в нам элементов не в нем просто не нужны ями не буду пользоваться либо очень редко в итоге я купил простой набор которым эндефильдры кейс и вот они проницаемый бокс часть крепежа у меня осталось сиоми из предыдущих версий gopro они подходят поэтому придет будет снимать вот вам тоже рекомендуем не забывайте себе радовать покупайте камеры как я самокаты повсюду что все мотоциклисты возвращались с острова русский один я только туда еду прохладно зато видимость хорошая опять у меня была попытка включить шестую передачу это знак наверно что следующий мотоцикл у меня будет шестиступенчатый наверно ровно 6000 оборотов скорость 75 километров в час у вас вообще прикольно было бы теплее вообще было бы идеально вы меня может быть спросите зачем я вот езжу именно вот в этом направлении здесь как мне кажется поменьше машин тут можно как бы получить больше удовольствия от езды потому что когда едешь город в городе там постоянно ты на контроле влево вправо по зеркалам чтобы никого не задавить чтобы тебя не сбили вот а здесь все таки мне кажется в этом плане попроще немного поэтому я вот сюда и гоняю на самом деле это больше гонять то так вот именно вот где вблизи по дороге чтобы это было далеко где-то монотонный асфальт здесь так особо и выбирать они когда некуда только одну за город куда-то а так внутри города там совсем другой стиль езды бывает фигачишь по городу блин ну вот едешь допустим там 10 километров на работу соберешь все пситофоры которые только есть но вот блин как закон полосе вот постоишь на всех вот верить и нет а бывает вот я как-то на днях ехал меня шелубнуло немного я подъезжаю все это форум и я обычно на постой стою а он зеленый спереди машинит я раз проскакиваю второй третий и фактически я почти до самой работы доехал я постоял только в одном месте там это чуть-чуть вот давайте-то ребят тапку в пол до 80 7000 оборотов это примерно 85 километров в час но не будем ехать быстрее это не моя скорость моя любимая 60 70 здесь она любимая еще потому что не так холодно потому что на этом а и как бы мне не хочется насиловать а мотоцикл и 7000 оборотов через 2000 с копейками уже красная зона начинается думаю что ему не очень хорошо от этого будет времени 8 это вот я получается в этом году гоняю фактически с конца марта до на мотике с конца марта гоняли ну самый зуст он конечно марте был ну тест подписчик японского моря вам покажу слева и стороны BSHA ток ониúlt怎麼 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот на эту дорогу я еще не ездил, надо будет проехать туда, посмотреть, что там Субтитры сделал DimaTorzok Народ с рыбалки возвращается, лодку тащат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До конца дороги уже, да, фактически или нет Ну да Надо будет там остановиться, немножко размять булки, потому что у меня Жопа уже немного деревянная такая Вот здесь пацаны эндурили, видимо Здесь на форте гоняли Собаки, вот эти собаки, здесь для них делали будки вон там дальше в лесу Вот, но я думал здесь собаки такие, которые гоняют за вами, гоняются А эти боятся зашуганные какие-то А, мои перчаточки, видите, модные Куртку только Максима я сменил, сейчас у меня с драконами куртка 8.05, что, надо, пока солнце стоит, надо ехать Всегда хотелось посмотреть, что здесь Ну да, здание старое, видите, у них вместо живоперемычек кирпич Походил немного, булки размял Поехали в обратном направлении В сторону дома, пока солнце не село Что там у нас, смотрим с цепью Накидало, наверное, ну да Надо будет на выходных помыть его на мойку свозить Так-то он не сильно грязный Вот это вот следы там, то, что это я по последнему дождю ездил Ну не по дождю, там дорога была отпутевшая И грязная, поэтому кидало Особенно вот здесь спереди Ну да ладно Поехали, поехали дальше, ребят Брелочек, кстати, который я заказывал, Yamaha Он оказался достаточно таким приличным по качеству Всем рекомендую Кому интересно, скажу, где купку пал Вот он звук прогретой Yamaha С пробегом 1469 километров Поехали Стоишь, когда стоя просто Не холодно, не жарко, нормально, комфортно Вон парни вообще в футболках Как только начинаешь ехать Сразу зус вон такой Возвращаемся в обратную сторону Солнце уже под таким низким углом Как видите Здесь накатали на асфальте глину с грунтовки Возвращаемся на асфальте глину с грунтовкой Возвращаемся на асфальте глину с грунтовкой Недавно я ездил в направлении Хабаровска Буквально там неделю назад Вот Ну и короче Когда я доехал до этого участка Я понял, что это просто кошмар Для мотоциклиста какой-то будет В общем там Ну посыпана она Отсевом где-то Пыль такая стоит под 10-этажный дом И очень большой участок дороги После дождя превращается в такую жижу коричневую Я не знаю как по ней ехать если честно Ну можно по ней проползти потихонечку аккуратненько Вот конечно же можно Но это что будешь как свинья грязный весь Это грязь жижа коричневая Везде же будет На одежде На весь мотоцикл в ней будет Да, стало еще холоднее Прямо в Зусман Я чувствую Зусман Нифига он наваливает там Субтитры сделал DimaTorzok Классный весь Вот эту картинку можно для заставки видео использовать Прикольное такое вечернее солнце Хотя на камеру может быть будет все по-другому Видно я-то смотрю свой сачки Солнцезащитные Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Солнце почти село, возвращаемся домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 ну я-то катаюсь вечерами бывает сегодня что-то у меня прямо не хочется мне ехать ночью а о ее это скорее всего он на пешеходном переходе сбил этого самокатчик ну а а а и а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...